Правозащитники обратились за проведением экспертизы языковой системы лямбда в ВШЭ. Ассоциация Адвокатов России за права человека обратилась в Генпрокуратуру с тем, чтобы проверить, нет ли в системе ламбда, которая принадлежит Гуглу, признаков сознания. Генпрокуратура правозащитников отправила в Высшую школу экономики, где есть какой-то центр развития искусственного интеллекта, говорят, идите, там узнайте, мы сами нихуя не скажем. Вопрос о наличии признаков сознания в системе лямбда уже возникал. В прошлом году какой-то гугловский программист уже написал статью о том, что я вижу, там есть признаки разума, за что был нахуй тут же уволен, просто потому что таких ебанатов на работе держать опасно. Мало ли что, еще в голову ему придет. У искусственного интеллекта, естественно, никаких признаков разума нет и быть не может. Некоторые люди разговаривают со своими жигулями, говорят, ну, миленькая, хорошенькая, заведись, пожалуйста. Это не значит, что у жигулей есть душа. Вероятно, правозащитники хотят узнать правовой статус этой хуйни, потому что если у нее есть сознание, то у нее есть какие-то права, их можно будет как-то защищать. А если сознания нет, то можно совершенно легально ослать систему нахуй. Госдеп США профинансирует продвижение американских ценностей среди россиян. Такая жирная новость от Госдепа США, что сначала я ее принял за толстый троллинг. Но вроде как, на самом деле, действительно, подобное финансирование объявлено. Собираются через посольство в Москве выдавать какие-то гранты. Так-то вроде посольство для всех закрыто, но для кого надо, оно естественно работает. Полтора инвалида, которые там остались, они будут выдавать деньги от 25 до 250 тысяч долларов на создание позитивного образа США среди граждан России, чтобы рассказать об американском народе и его ценностях. Ценности, разумеется, там какие надо, какие сегодня правильные ценности, а не какие были 20 лет назад ценности. Разумеется, расширение прав и возможностей женщин и меньшинств. Понятно, что неграми никого в России не удивишь, потому что у нас их нет, а в Америке их много, так что на эту тему они там гранты не выделяют. Я, кстати, даже не знаю, как они это объясняют и оправдывают. Видимо, просто под общим названием меньшинство это проходит, а тот, кто сидит в Америке, он не поймет, что в России просто это не касается негров. При этом, если читать чуть внимательнее, что они там предлагают, это не просто создание позитивного образа, а это грантовые обмены. То есть, нужно будет найти какого-то эксперта в США, нужно будет с ним что-то там, какую-то программу обсудить, понять, как все это здесь потом пропагандировать. И одно из главных условий этого гранта заключается в том, что потом не нужно прерывать общение с теми экспертами и специалистами, с которыми наладится общение в Америке. То есть, по сути, тебя назначит куратора, который будет следить за тем, что ты тут делаешь, и ты будешь перед ним отчитываться. Повесточка там, как всегда, предсказуемая, всякие либеральные СМИ, сексуальные меньшинства. Приезжайте, посмотрите, как это работает у нас, а потом возвращайтесь к себе домой, и там это все воплощайте. Интересно, что американцы по-прежнему продолжают думать, что в России все еще у нас как в 90-х, когда все мечтают уехать в Америку, и не осталось никаких людей, которые бы реально любили бы Родину и хотели бы ей процветания. Но ситуация немножко поменялась, и американцам нужно это учесть, потому что у нас действительно есть большое количество людей, которые любят свою страну и желают ей процветания, независимо от того, кто сейчас сидит в Кремле. Потому что процветание страны никакого отношения не имеет ни к какой личности, никакого руководителя. Это чуть более сложное и чуть более глубокое понятие. Нужно это американцам запомнить. Про себя они это понимают очень хорошо, а про Россию пока почему-то нет. И думают, что если сейчас какие-то ученые или студенты приедут по обмену в США за деньги, узнают, как там живется сексуальным мишинством, приедут сюда и начнут здесь сеять разумное, доброе, вечное, что это хоть кому-то будет нахуй интересно. Опять же, интересно было бы узнать, как бы отреагировало американское государство, если бы вдруг Россия объявила подобный конкурс и сказала, дорогие американцы, приезжайте, посмотрите, как у нас классно, наши традиционные ценности мы здесь развиваем, а потом ни в коем случае не прерывайте общение с нашими экспертами, потому что будете нам отчитываться, как там у вас, потом наши ценности вы насаждаете, вернетесь к себе обратно на родину и будете рассказывать, как в России пиздата. Сколько бы подобный грант и подобная идея бы продержалась перед тем, как всех людей, которые в этой программе участвуют, просто нахуй бы не опиздюлили. 12 лет, да хоть 112. Навоша и другие обвиняемые по делу Черной книги Беларуси получили заочно по 12 лет колонии. Чуваки в своих телеграм-каналах сливали личные данные силовиков, что конечно, абсолютное свинство их приговорили к 12 годам колонии. Но поскольку они находятся не в Беларуси, хуй ты их поймаешь и они могут себе позволить делать вот такие вот высказывания, типа, давайте нам 112 лет, нам все равно похуй, мы не в вашей стране. Но я думаю, что та страна, в которой они теперь находятся, она не погладила бы их по головке, если бы они начали сливать данные силовиков той страны, куда они поехали. Легко проверить. Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина. Ой, да не смешите, с таким же успехом еще могли куклу Вуду найти и иголки в глаза втыкать. Примерно такая же степень эффективности и научного подхода к решению проблемы. World Population Review . Индия обошла Китай по численности населения. И теперь вроде как в Индии на 5 миллионов человек больше, чем в Китае. Ю-ху. The Guardian . Выход научных работ об Адронном коллайдере заморожен из-за споров об авторстве ученых из России и Белоруссии. Полный совершенно пиздец, возмутительная хуйня. Непонятно, я считаю, что надо ученых лишать звания ученых, если они занимаются такой хуйней. Потому что такой хуйней должны заниматься депутаты, всякие разные мудаки. А ученые должны заниматься наукой. Короче, есть огромное количество публикаций об Адронном коллайдере, а оказывается, там российские и белорусские ученые составляют примерно 7% от общего количества ученых, которые этим коллайдером занимаются. И они, естественно, участвуют в всяких разных научных бумагах. И так получается, что с марта 22 года примерно 70 публикаций отложены на полку, потому что там авторы не хотят указывать в качестве соавторов ученых из России или Белоруссии. Вместо того, чтобы просто заниматься дальше своей наукой, они сами себе срут в карман, что конечно, пример феерической тупости и глупости. Статьи эти конечно, можно прочесть, но авторы там не указаны. И это конечно, очень плохо и грустно для науки. И ученым не приходит в голову, что неуказывание русских и белорусских авторов, это конечно, воровство и нацизм. Hill 2. Том Круз бросит вызов российскому вызову. Интересно, на какой фильм пойдет больше народу? На Тома Круза или на актрису Пересильд?